...мелько выведет вову государства за плотными рядами охранников и полицейских. Загораживали его от взглядов целые кого-то офицеров и чиновников, весьма прощенных и неожиданной близостью к слетилам, и ничуть не подозревавшим, что в них одобрены всего-навсего по розу, и служат внешним живым щитом президента. А внутренним служили четыре телохранителя. По счастью, в будущем безорубки не желая предотносить очки на публике, президент почти ничего не видел дальше своего носа, и уж вовсе не замечал окружавшие его могучие души, оружие-то-сье, поле-тмети, раимон-на-сосия и ауниер-жидера. В газетах их называли «каринами», и следуя они эту пличку как будто вполне заслуживали. Между тем их вид и подходка объяснялись очень просто. Гряжистые и мускулистые, они владели всеми навыками в компашном убое, и держали его с тобой в руки с полураскрытыми ладонями. Он уже поднял и вышки, когда он был в пистоле.